Всем большой привет и добро пожаловать! Такой вот беспорядок, жду подруг. Сейчас будем делать пирог. Не могу найти штатив, сейчас попробуем поискать все-таки, потому что без штатива я не смогу вам показать, в общем-то, что и как я буду готовить. Я буду делать яблочный пирог с корицей. И еще будем делать средиземноморский салат. Представляете, какая беда! В общем, я купила рукколу, большой такой таз, целая упаковка. И она тухлая, она воняет просто, я не знаю как, это ужас какой-то, как будто кто-то умер. И я, в общем, попыталась немного вымыть, вот чуть-чуть, то, что более-менее приличный здесь руккола и корн салат. В общем, короче, не получится так салат приготовить, как хотелось. В общем, ну я не унываю, сделаем такую вариацию на тему. Ну, в общем, вам сейчас покажу. Сейчас буду обжаривать морепродукты с оливковым маслом, с прованскими травами. Потом в этом же масле я обжарю черри. Все это выложу на тарелочку, красиво украсиваю. Все я вам покажу. Так, это вот оливковое масло. Здесь я насыпала немного соли и прованские травы. Масло у меня вот такое, не знаю, нормальное масло, в общем-то, покупала в обыкновенном супермаркете. И сейчас буду добавлять морепродукты. Вот так вот выглядит морской коктейль. Мне очень нравится, когда много осьминогов и мидий. Наверное, это мои самые любимые морепродукты. Блин, если бы вам только можно было передать запах, как это очень-очень вкусно пахнет. Я очень расстроилась, что огромное количество целый таз руклой отправляется в мусорное ведро. Я, конечно, расстроилась и не знаю даже. Но я надеюсь, что получится все равно вкусно. Прибавлю немножечко огня. Без крышки мы это все слегка обжариваем. Конечно, по правильному морепродукты должны быть свежие и мидии должны быть с раковинами. Но сегодня у нас такой, знаете, бюджетный вариант салата. Я как-нибудь вам покажу оригинальный рецепт. Он очень здоровский и более сложный. Ну, а это такой, знаете, салат на скорую руку. Вот, чисто с подружкой им посидеть. А я еще и влог снимаю. Мы не только пироги фотографируем. Я к тебе приезжаю, у меня настроение сразу поднимается. Да-ка, у меня тоже настроение. Стули только дурацкие, да? И у вас это? Да. Ну, извините. Слушай, нам всем только по одной чашке хватает. Ребенок до года бесплатно, если как второй. Ой, смотри, шарик. Мимо валится. Мимо так хорошо. Ну, если только у меня бабушка не будет день рождения в этот день справиться, что у нее пятнадцатого. Вот, неплохо я. Юша, где киска? Где киска? Где киска? Где киска? Где киска? Дай лапу. Дай лапу. Дай лапу. Дай лапу. Дай лапу. Дай лапу. Молодец. Умница моя, умница. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Где еще не хватает? Вот смотри, вот здесь не хватает цветочков. так умница нет нужно желтым рисовать ты вот точечки ставь это же мимоза в садике мимозу рисовали ставь точечки желтые молодец это ты бабушке нарисовал подарок да это молодец бабушки подарок нарисовал егор что-то рисуешь красный рисуй красным ладно точечки ставь водичку а теперь в красочку в краску в краску красную ты хотел а желтую теперь хочешь ну давай а почему ты в одном месте вот здесь рисую здесь же тоже должны быть цветочки молодец так теперь в краску в краску это черный зачем ты все изрисовал хочешь так ну давай так рисуй это будет наверное гнездо тут птичка живет тут птичка живет ну вот значит птичка жить хорошо вовину машину нарисовать а я доеду я не знаю что вы любите я не знаю мне просто хочется чтобы обработки не знаю когда она после моста направо так это просто я прям умею скажи я сейчас ему вот я остался я прям уверена сразу раньше у меня были такие люди которые у меня была уверена что я позвоню и все будет а сейчас уже не разумно как население даже не ругались с ним было бы не настолько скучно ну ален тебе было бы было скучно потом вот тебе может быть поэтому и нужно будет такой вот сейчас я знаю Юльку я 10 лет ее знаю да вот ей нужен такой вот спокойный такой понимаешь который еще терпеть ее будет не как вот эти близко девочки и 4 и 4 и 4 и 4 и и и и и и